Приветики! Смотрите, сережка отвалилась с уха, даже не почувствовала. Вот что значит, матовые лыки дырки в ушах. Такой у меня обалденный фон. Я, короче, просто обалден. У меня что-то так настроение поднялось. Хотя я сегодня уж утра нажралась. Я думала, я уже засну. Рум-тур, как вы всегда хотели. Сейчас вы больше любите. Не у всех есть время по 20 минут залипать. Не, мы заходим. Вот моя дверь. Здесь я повешала свои светильники. Когда я их заказывала, изначально они должны были быть на 5 ламп. Но мне прислали их на 3 лампы. Погодние игрушки. Тоже заказывала их в интернет-магазине. Ссылочку оставлю в описании. Вот. И вторая. Ну и, собственно, вот так вот выглядит. Гардеробную пока пускать не буду. Мы разворачивалась. Здесь у меня китайский шкаф. Я постоянно меняю обувь. То есть я достаю летние, потом зимние. Мои ботфорты. Ботинки. Три пары туфель, которые типа я должна носить. Три пары моих любимых сейчас ботинок. Моего Олежки Заровские шкары. Ботфорты. Капцы-капцы. Как видите, все каблуки я поснимала. Оставила буквально один ряд. Потому что я в них не хожу. Сумка, с которой я все думаю и начну ходить. Но все никак не получается. Также у меня здесь есть картина. Это вышивала моего Олега сестры. Родной свекровь. Вот так. Она очень любит бисером вышивать. И она мне вышила злату. Когда она родилась, такой подарок. 4200. 56 см. Дева. Дата рождения. Златуська. Для меня очень важна эта картинка. Поэтому так. Значит. Сюда я пришпандерила вот эти супер красивые новогодние украшения. Которые я еще повешаю. Когда купим елку. Тут сверху у меня есть ловец снов. Это мне моя подписчица подарила. Очень люблю всякие подарки. Это я беременная с Олегом. Это как мы с роддома выписываемся. А это уже мой фотик. Раньше у меня все было заклеено такими этими. Я их поснимала. Дальше я сама делала подставку для очков. Это была от колбасы. Короче. Такая деревяха. Там колбаса внутри засовывалась. Я приклеила туда пояс. И на пояс нацепила очки. Я их тоже меняю. Сначала достаю один ряд. Потом достаю другой ряд. Короче. В зависимости. Сейчас у меня больше висит прозрачных очков. Я ношу их утром. Потому что я запухшая. Очень крутая брошь. Но она, к сожалению, поломалась. На Танюшке моей день рождения. Поэтому вот так. Это у меня башня самого Парижа. Потому что я был в Париже. Там мой обрюш, что я сама делала. Колье, которое очень мне нравится. Но я его не ношу. Эту коробку я покупала в Сакенде. На вес вроде бы. И тут у меня златы на резинке. Очень удобно. Я себе достала. У меня тут куча короче всего. Ничего не валяется. Доходим до самого интересного. Моя красивенная подставка под бижутерию. Вернее, под сережки. Я ее делала сама. Я сейчас постараюсь ее покрутить. Это была коробка с под виски. Да, да. С под виски. Сделала бархатными такими квадратами, в которых приходила мне биждерия. Приклеила их на клей-пистолет. Обдекорировала. Обдекорировала. Отдекорировала. Отдекорировала. Отдекорировала, Юля. Отдекорировала ее. Камнями. Просто цепляю. Также у меня есть вот такая коробочка. В ней я храню застежки. Потому что если она с застежками, то они не держатся. Я повернула сейчас ее вот этой стороной. Так как я сейчас ношу больше золотые объемные украшения. Также у меня есть здесь на ней уйма просто с камнями. У меня две шкатулки. Ароматерапия. Помада. Матовая. Идеальный нют. Да. Идеальный нют. Вот. Я обвожу губы карандашом. На середину наношу эту штуку. Сверху еще беру какой-то бальзамик. А еще есть страшное признание каждой хозяйки. Сука. Где взялось столько пыли. Я офигею. Он просто типа закрывался. Я реально не знаю. Где взялось столько пыли. Только что залаживаю вам в сторис. Сотрю пылю. Думаю. Лучше я признаюсь сразу, что я засранка не протерла шкатулку. Чем сейчас напишут мне все. Все. Получается клево. Кстати эти палочки очень прикольно пахнут. Это моя шкатулка с духами. Здесь у меня распиванты. У меня есть ролик полностью посвящен духам. Поэтому не буду рассказывать долго. Это у меня здесь два распиванта Монталь. Молекула и Тезиана Торензи. Мои любимые. Но я их ношу. Вернее только весной, летом. Потому что они очень нежные. Иван Эймари. Это у меня Аперкром Фич. Это у меня Гуччи Гилти. Это у меня Шанель. Лаковый бальзам. Кстати очень-очень прикольный. Тоже показываю в ролике. И вот сейчас у меня стоят на моей подставке самые ближние духи, которыми я пользуюсь. Это у нас Лотус. Это я вам оставляла ссылочку. Мне они очень нравятся. Реально. Вот даже возьму их вот так и вам покажу. Очень приятные. А самый большой мне нравится, как они звучат именно на меховых изделиях. То есть типа на шубе, короче. Курску типа надухает, что оно как-то, ну не так ткань искусственная. Типа там пуховая, знаете, держит все. А мех, он поглощает аромат и как-то его прям задерживает. В общем, мне нравится. Вот как я сделала банки из-под коньяка. Да, это были бутылки из-под коньяка. Я их покрасила белым баллоном. Оклеила камнями. Сначала они были просто с бусинами. Я считала, что они красивы. И оклеила их полностью камнями. Ну и, конечно, еще в прошлом году я купила вот такие красивые цветы. У меня есть два, да, два серых, фиолетовый и желтый. Надо еще купить сорочняк один, потому что я только увидела, что у меня их не пересаживала. Я просто обрезала ее, потому что она, типа, сильно длинная выросла. И очень плохо вот она держалась. Я пообрезала, поставила воду. А с мелких этих частиц, которые я обрезала, начали расти новые пальмочки. Ну и, конечно, как я говорила в одном из своих роликов, я пересидела фикус в этот горшок. Получилось красиво. Так что вот так вот, такое короткое мое ознакомление вас с моим коридором. Если вам понравилось, я вас очень сильно всех люблю, целую. И пишите, что вы еще хотели увидеть. А мы встретимся скоро. А, конечно, добавляйтесь ко мне в инстаграм, потому что я там часто снимаю сторис. И в сторис вы можете видеть меня чуть ли не каждый день с разными моментами. Поэтому пока. Субтитры сделал DimaTorzok